Далее к нашему эфиру присоединяется Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Олег, добрый вечер. Вечер добрый, да. 30% бюджета Российская Федерация пытается, или уже выделила на следующий год, на так называемую оборону. Скажите, пожалуйста, а насколько долго страна может терпеть и выживать в таких условиях? И что можем говорить, чего ожидать от такой динамики? Давайте мы сразу назовем цифры, для того, чтобы было понятно. На войну, на будущий год, россияне выделяют 120 миллиардов долларов. Это действительно 30%. Как долго экономика может это терпеть? Ну, смотрите, и в сюжете, собственно, ваши эксперты об этом говорили. Мы на сегодняшний момент имеем исторический опыт. Мы имеем опыт Советского Союза, у которого были приблизительно такие же затраты на военную экономику. При этом государственный сектор, при этом, скажем, сектор, который обеспечивал товары народного потребления, достаточно активно сжимался. Это, как правило, заканчивается дефицитами, это, как правило, заканчивается достаточно сильным падением национальной денежной единицы. Что в этой ситуации может каким-то образом демпфировать сумасшедшая проблема российской экономики? Это объем реализации энергоносителей за границу. То есть, в действительности, тот факт, что за практически два года войны россияне получили от продажи энергоносителей порядка 600 миллиардов долларов, естественно, в какой-то степени закрывают проблемы, связанные с, скажем, мирным сектором через активизацию получения импорта, в первую очередь, с Китая, с тех стран, которые, скажем, помогают Российской Федерации обходить санкционные ограничения, которые обеспечивают ей реэкспорт европейских товаров по значительно более высокой цене. Но факт остается фактом. Вот этот сегмент в какой-то степени ослабляет вот это давление военной экономики на общее состояние внутреннего рынка, я имею в виду цивильного рынка, гражданского рынка. Но, опять же, мы же с вами прекрасно понимаем, что экономика, она имеет тенденцию накопления. И как только вот эти негативные тенденции, о которых мы с вами сейчас говорим, они с количественных передус качественные, да, российская экономика однозначно будет, я имею в виду в гражданском секторе, будет очень сильно страдать и будут резко сокращаться объемы производства гражданской продукции. При этом нужно понимать, что речь идет здесь не только о перераспределении финансов, речь идет и о перераспределении потоков рабочей силы. Потому что на сегодняшний момент фактическая безработица в Российской Федерации менее 3%. Для такой экономики, как российская, нормальным является безработица на уровне 5%. Потому что мы понимаем, что есть категория людей, которая там меняет место жительства, которая проходит переквалификацию. Есть некие социальные группы, которые не работают и работать не собираются. Поэтому, естественно, вот этот уровень безработица в 5% это наиболее нормальный для экономики такого уровня, как российская экономика. Если этот уровень ниже, то это говорит о том, что Россия ощущает чудовищный кадровый голод. При этом, благодаря достаточно щедрым военным заказам, рабочая сила, естественно, перераспределяется с гражданских, с мирных предприятий на те предприятия, которые обеспечивают лучше социальный пакет и более высокую заработную плату. А это предприятия, обеспечивающие военно-промышленный комплекс. Поэтому и с этой точки зрения будет идти резкое уменьшение объемов производства, скажем, цивильной продукции. Вы интересный факт назвали о том, что безработица на уровне 3%. Таких фактов еще много. Например, приняли решение о том, что не будут проводить традиционную индексацию зарплат госслужащим до 2025 года, и это в преддверии выборов. То есть даже на такое пошел Путин. Известно, что инфляция, цены растут. Что еще? Недавно замглавы экономического комитета Госдумы заявил, что в России теперь рождение второго ребенка – это билет в нищету. Вот так и сказал прямым текстом. На этом всем фоне, как бы вы охарактеризовали состояние российской экономики на данном этапе? И какой прогноз дали бы ей, если все будет развиваться так, как сейчас идет? Ну, смотрите, они демонстрируют определенный темп роста экономики за счет достаточно большого объема вливания средств в военно-промышленный комплекс. Естественно, еще раз говорю, что эта тенденция очень здорово перекашивает акценты в экономике. Теряется основной принцип существования любой экономической системы – повышение благосостояния собственного народа. А если мы еще с вами посмотрим, что существенно сокращаются затраты на социальные статьи, физически уменьшаются объемы средств, выделяемые на здравоохранение, то, естественно, это будет сказываться и на качестве жизни. Как долго это сможет продолжаться? Ну, смотрите, опять же, вопрос заключается в том, сколько российский гражданин готов ждать и терпеть. То есть, опять же, по разным социальным группам, по разным возрастным группам существует разное отношение к тем процессам, которые происходят сегодня в российской экономике. И старшая социальная группа, которая помнит Советский Союз, у которой свежи памяти еще воспоминания отцов и дедов, воевавших во Второй мировой войне, они значительно более терпеливы по отношению к тем процессам, которые происходят сегодня в Российской Федерации. В то же время молодежь терпеть точно не собирается. И мы видим, когда анализируется структура тех, скажем, возрастных и квалификационных потоков, которые выезжают с Российской Федерации, то там, естественно, превалирует молодое поколение. В этой ситуации, ну, мы же понимаем с вами, да, что подготовить квалифицированные кадры – это дорого и долго. В то же время достаточно просто их потерять, не создав соответствующих условий для развития молодого поколения. Единственный момент, нужно понимать, что вот те процессы, о которых мы говорим, это процессы не одного или двух лет. Естественно, экономика Советского Союза, она стагнировала лет 10 приблизительно, вот с таким уровнем военных расходов для того, чтобы прийти вот к тому логическому результату, который привел к развалу Советского Союза. У Российской Федерации, скорее всего, не будет такого периода, потому что то, что было тогда в Советском Союзе, оно кардинально отличается и по глобализации экономики, и по уровню, как бы, возможности сравнивать уровни жизни в Российской Федерации сегодняшней и в цивилизованном мире. Но, тем не менее, это точно не один-два года. Поэтому в этой ситуации нужно понимать, что некоторое время, еще и однозначно, Россия будет демонстрировать мускулы и говорить о том, как ей хорошо живется, тратя 30% на военные расходы. И вот нужно еще этот фактор санкций не отбрасывать все же. Мы понимаем, что, например, с 1 января 2024 года уже дело коснется и алмазов. Насколько это пошатнет экономику Российской Федерации? Ну, смотрите, алмазный бизнес – это где-то порядка 4-4,5 миллиарда долларов в год. Это где-то третий или четвертый по уровню доходности бизнес Российской Федерации. За 2022 год было принято 9 санкционных пакетов. За 2023, вот приняли 2, и мы ожидаем третий санкционный пакет, он 12 по очереди. Да, действительно, как бы, 12 пакет тем будет отличаться, что там, ну, реально появился новый сектор российской экономики, который, мы ожидаем, будет подвергнут санкционному давлению. Понимаете, ситуация какая? Дело в том, что наиболее серьезный удар, который санкционные ограничения могли внести в российскую экономику, это удар по нефтяному бизнесу. И мы ожидаем, что в 12 пакете будет ужесточение контроля за соблюдением прайс-кэпа, за тем теневым танкерным флотом, который на сегодняшний момент позволяет Российской Федерации продавать нефть выше прайс-кэпа. То есть, вот именно этот вид деятельности является наиболее знаковым. И нужно просто понимать, что 30% российского бюджета – это нефтедоллары. С другой стороны, любой дополнительный камешек в эту стену, который, скажем, отделяет российскую экономику от мирового рынка, если мы говорим о ограничениях по алмазам, естественно, это позитивный момент, который будет усложнять Российской Федерации и получение дополнительных средств для дальнейшего использования в войне. Мы надеемся, что в действительности до конца этого года этот пакет будет согласован, потому что там много других моментов, которые будут достаточно активно обсуждаться. И вопросы реэкспорта европейской продукции в Российскую Федерацию, и вопросы усиления контроля за ограничением нефтяных поставок. Посмотрим, чем закончится активное обсуждение с министрами иностранных дел, предложение Еврокомиссии. Но в любом случае мы ожидаем, что до конца этого года пакет будет согласован. То есть алмазы – это капля в море, 4 миллиарда против 650. Получается, в 150 раз больше нефтегаз приносят России. Смотрите, я не сказал бы, что это капля в море. Это, вы знаете, иногда одна капелька способна перелить стакан. Так что мы рады любому движению, который наши партнеры осуществляют в направлениях ограничений российской экономики. Вот этот 12-й пакет, если он будет принят и будет действовать так, как надо, по оптимистическим прогнозам, насколько может сократить поступление от продажи нефти и газа, вот эти 650 миллиардов, насколько уменьшится сумма? Ну, смотрите, нефтяные ограничения, они же не прекратили российской продажи нефти. Они просто ограничили верхнюю цену этой нефти. И, естественно, более жесткий контроль уменьшит объем поставок валюты в Российскую Федерацию. Кроме всего прочего, россияне по старой «доброй» традиции часто сами себе стреляют в ногу, переведя львиную долю продаваемой нефти в неконвертируемые валюты или валюты с ограниченной конвертируемостью. Ну, мы с вами знаем, да, что 80% российской нефти продается не за доллары, а за юаней и рупий. Если с юанями теоретически где-то какие-то товарные потоки еще возможно найти, то по рупиям там в действительности полная проблема сумасшедшая. На сегодняшний момент на счетах российских компаний в Индии сосредоточилась сумма порядка 40 миллиардов долларов в рупиях, которые единственный путь их реализации, их вложения, это вложить в индийскую экономику назад. То есть в реальной действительности объемов товарных запасов, которые нужны Российской Федерации и которые можно купить в Индии практически нет. Поэтому как бы тут вопрос даже не в объемах поставок, а еще и в той валюте, в которой осуществляется расчет за эти поставки. Но, тем не менее, в любом случае мы сами понимаем, что это в действительности огромные суммы, и эти суммы очень здорово формируют поступление российского бюджета. Поэтому любые действия, связанные с ограничением реальных доходов России от продажи энергоносителей, конечно, будут уменьшать возможности финансирования войны Российской Федерации. Спасибо вам большое. Олег Пензин, экономист, был с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо.